Первыми Олимпийский огонь встретят жители Мурома. Один из этапов эстафеты пройдет на Весельной ладе, через самый красивый мост России. Затем действие развернется в областном центре. В областной столице огонь будут ждать в среду после обеда. В 16.00 на Соборной площади будет дан старт эстафете. Она пройдет по главным улицам Владимира. Сначала факелоносцы отправятся в сторону Доброго. Затем уже на машине огонь будет доставлен к центру здоровья на Мира. Оттуда возобновятся пешие движения с факелом мимо Белого дома до проспекта Строителей. Дальше эстафеты отправятся к Вечному огню и по проспекту Ленина вернется к Соборной площади. На протяжении всего маршрута зрители будут развлекать. Они будут окружены определенным театральным действием. В городе Владимире на каждом промежуточном финише есть свой сценарий действия, есть своя концертная программа. Ну а то, что Владимир умеет принимать события, подобные эстафете огня, отлично показала историю эстафеты огня универсиады в Казани. Отбор факелоносцев проходил в начале года. С 15 января по 15 марта муниципалы выдвигали своих кандидатов. Компании партнеры Олипиад рекрутировали бегунов через интернет. И как выяснилось, не все участники эстафеты из Владимирской области. Самым юным молодым факелоносцем является 14-летний московский лицеист, артист музыкального театра Домисолька Дмитрий Крупнов. Самым опытным участником одного из этапов Владимирским будет Виктор Павлович Бубнов, который в этом году отметит 75-летие. К сожалению, в списках не нашлось места многим владимирским спортсменам и тренерам из зимних видов спорта. По непонятным причинам на местах кандидатуру не выдвинули. Но, как говорят организаторы, задумка немного другая. А чтобы свою причастность к Олимпиаде почувствовало как можно больше разных людей, с этим согласен Павел Кузнецов. К этому движению могут прикоснуться люди с ограниченными возможностями. Могут прикоснуться школьники, могут прикоснуться рабочие, которым, да, для них это очень тяжело и далеко. Вот только сейчас, в присутствии конференции, я немножко задраждался, думал, что почему многие спортсмены не задействованы. Но здесь именно та политика, что да. И люди, которые далеки-далеки, может быть, от спорта, прикоснутся к этому Олимпийскому движению и потом всю жизнь свою будут вспоминать об этом. Да, возможно, это даже лучший вариант, чем я себе планировал раньше. Олимпийскому чемпиону по тяжелой атлетике Павлу Кузнецову доверен последний этап эстафеты. Он пообещал не упасть и красиво зажечь олимпийскую чашу. Кстати, она пробудет во Владимире до четверга. А потом эстафета отправится в Суздаль.